Ну что, я продолжаю идти к успеху в тюнинге через боль, разочарование и покупки у Клуб Турбо. Сегодня у нас вот 4 вот таких вот места. Вот эти 2, это понятно, что я их распечатывать не буду. Это значит глушитель конечный, это резонатор. Это нас интересует больше, здесь и здесь. Это уже будет интересно, поэтому давайте посмотрим. Значит, вот это все дело я оплатил сразу же, когда заказывал. И отправили мне всю эту фигню только через неделю, никакие там не 3 дня, ничего. К этому претензий нету, я за объективность, то есть это фигня по большому счету. Но могли бы все равно что-нибудь написать, черкануть, что типа там чего-то нет в наличии, подожди чуть-чуть. Ну как в принципе они в один раз сделали, но мне пришлось 2 недели ждать потом. Раз согласился, то жди. Нет, я за то, чтобы все было по-честному. Подарочек у нас от Клуб Турбо, но я уже привык за этими ребятами выкидывать. Их не мусор, поэтому спасибо в очередной раз, мне пригодится. Это у нас система охлаждения. А, ну здесь они просто повесили, чтобы трубочку мне не обломало. Красавчики, молодцы, конечно. Значит, меня здесь что интересовало, есть ли на ней бортики. Ну есть, прикольно. Здесь ничего нету. Это понятно, система охлаждения на 16. Давайте здесь смотреть. По-быстрому так. Если они здесь накосячили в чем-нибудь, то, блин, ну смешно на самом деле будет. Тут такие позиции, в которых накосячили. Надо быть вообще полнейшим дебилом. Но опять же, я говорю, что я за честность. То есть, как есть, так и показываю. Я там не собираюсь никого не обсирать, не хвалить. Вот реально, как есть, так и показал. Нафиг оно мне не надо там кому-то, я не знаю, в жопу лизать за эти наклейки. Либо обсирать кого-то. Я плачу за это деньги, и я хочу видеть конкретный результат, когда я плачу эти деньги. Поэтому, извините, покупатель всегда прав. Ну, здесь понятно. Это у нас паук на Жигули. Ну, хотя говорили, что вот прокладки и болты не идут в комплекте, а они здесь есть. Одной рукой не очень удобно его доставать. Тут уж как получает. Не знаю, кого-то шнит, можете выключать. Я не знаю вообще, опубликую я это, не опубликую я это. Это больше для себя. Снимаю, чтобы в случае чего было что показать. Тут еще, блядь, надо пазл разгадать, как эту фиферню они сюда засунули. Так, ну, будем смотреть. Что тут у нас? Так себе. Ну, пойдет, в принципе. На сайте написано, что прокладка в комплекте не идет. Ну, видимо, потому что она приходит вот такая. Ну, в принципе, это, наверное, не страшно. Прокладка там копейки стоит. Сделано вроде нормально. Вот здесь единственное, я сразу увидел, что жесткий перегрев. Надо будет вот это проверять. Есть ли здесь плоскость вообще. И вот такие тут как бы засеры небольшие. Ну, видно, что не до конца труба вставлена. И отсюда не обварена. Вот, видно, что вот здесь вот она не обварена изнутри. Ну, видимо, уже все кризис. И поэтому Клуб Турбо, либо я не знаю, что это они продают. Как в прошлый раз мне прислали СТТ. Я думаю, может быть, это тоже какой-нибудь СТТ. Так, ну, по длине труб первичных я даже не знаю. Ну, я потом померю, может. А может, и нахер мне это не надо. Ну, в общем, есть что есть. Вот такая вот рагулина. Нужно единственное будет проверить плоскость. Есть тут она или нет. Ну, и, соответственно, здесь. Значит, штаны. Сразу видно, что нет под датчик кислорода гайки. Здесь смотрим. Здесь провар вроде есть. Тут что-то ссыканул кто-то. Ну, в общем, вот так вот здесь торчит. Все это нихера не обработано. На 16-клапанном пауке здесь все было заварено и источено тоже. Ну, там, правда, была вот эта труба косая, кривая такая, что ну его нафиг. Здесь мы видим, что такое, знаете, качество. Хенкель, блин. Ну, вроде хоть проварено, спасибо. Так, сюда заглянуть не смогу, наверное. А, вон там видно. Вот, видно. Так себе, конечно, проварчик. Но, блин, как мне там говорил директор одного магазина Клуб Турбо, что что вы хотите за эти копейки? За тысячи паук? Это же Жигули. Бери, ставь, что дают. Ладно, с этим разобрались. Теперь смотрим здесь. Тут они мне, походу, решили отомстить. И все запечатали. Так, чтобы я вам быстро не показал, и вы запарились смотреть и выключили ролик. Но они прогадали. Шпильки 80 миллиметров. Я уже такие брал. Прям такие же точно. Ну, вторые. К ним вопросов у меня гайки другие. Сразу вижу, что другие гайки. У меня гайки сейчас покажу, какие. Вот. Они больше, длиннее. Это обычные, по-моему, Нивовские. Вот это Шевевские. Ну, то есть, она больше сама гайка. Ну, железо, оно и есть железо. Вон, руки обосрал, как хорошо. Ну, тут, я не знаю, если в этом где-то есть обсерд. Ну, единственное, что может по количеству их тут 16. 16, 16, сколько их там должно быть. Ну, это ладно. Это я посчитаю, это ничего страшного. Про ставки отлично. Значит, есть места под направляющие. Вот это нормальная тема. С турботемы я когда заказывал, там не было вот этих отверстий. Вот она, срано турботемовская. Здесь нет вот этих дырок под направляющие. На клуб турбовских есть. К этому вопросов нет. Только единственный у меня вопрос. Блядь, где удлинитель лямбда-зонда? Я что-то не вижу. Сейчас будем искать. Единственное, может быть, он здесь. Но тут, как бы, я ничего не ощущаю. Здесь его нет. Может быть, где-то в выхлопе. Но я еще посмотрю. Ни хера. Вот единственное. Удлинитель лямбда-зонда. Здесь явно его нигде нету, я не вижу. Проводов тут нигде нету. Ну, естественно, что у него запихать никуда не могли. А, да, вот он. Все, косяк снимается. Ну, вот он. Все, вопросов нету. Удлинитель лямбда-зонда. Я уже такой брал. Ну, нужен еще один. Ну, в общем, как-то так. Вот такой вот заказ. Я же говорю, ну, в принципе, тут не в чем накосячить. Конечно, стоимость всего этого дерьма большая. Но накосячить тут, в принципе, не в чем. Единственное, что, блядь, может, шпилек тут не хватит на все колеса. Ну, а так, блин, пойдет нормально. Но, конечно, полностью мнение свое сформировать я смогу только, когда буду все это вкорячивать. Ну, естественно. Потому что так я посмотрю, ну, как я определю. Вот кривое оно, не кривое. Косое там. Ну, прокладку похерили. Ну, ничего страшного. Там, не знаю. Где-то что-то коцнулось, когда ехало. Ну, это не страшно. Вот если оно будет кривое, пиздец какое, и не встанет куда-то. Вот это, конечно, уже будет косяк. Но об этом я смогу судить только, когда я все это начну вкорячивать. Но это уже, наверное, совсем другая история. Поэтому сейчас я посчитаю шпильки. И если там их не хватает, хотя вряд ли. Но я думаю, что, имея дело с вот этим всем барахлом, все-таки надо их посчитать. И если их там не хватает, я тогда запишу отдельно и обосру это дело. Ну, а пока все в порядке. Если продолжения ролика не будет, значит, шпилек столько, сколько должно быть. Все, это я все не буду распечатывать. Пока мне это не надо. Лучше, хуже оно от этого не станет. От того, что я на это посмотрю. Вот есть, какое есть. Потом, когда будет это все применяться, уже будем смотреть. На этом пока что сегодня все. Ну, я надеюсь, и в целом все. Потому что меня уже, если честно, вот это все запарило. Эти подкидоны со всем вот этим говнищем. Я надеюсь, все. Мелочевку можно где-то купить и в таких, в обычных магазинах. Так, ну что, я посчитал. Шпилек 16. То есть, 12 таких. И вот на самое лучшее переднее левое колесо я себе подобрал вот 4 прям охеренных. Вот если посмотреть на них, то видно, что гайка на них под углом. Ну, это косяк самой гайки, видимо. Вот, и они все такие вот. 4 штуки. Короче, гайка крутится под углом. Она как бы под углом коси шпильки. Кривая дырка в гайке. И вот 4, блин, 4 вот таких вот замечательных. Я их поставлю на водительскую сторону. Очень отличные гаечки. Ну, то есть, видно, да, что вот она. Крутишь гайку, а у нее грань, ну, грань под углом стоит к оси шпильки. Так, как бы ближе показать. Ну, видно, вот ось шпильки идет ровно, а грань под углом. Ну, отлично. Дырка кривая в гайках самих. Ну, вот надо будет, получается, 4 гайки заменить. Ну, или все заменить, не знаю. Посмотрим. Ну, у меня есть еще от говностингеровских шпилек. Они практически такие же, только там резьба сверху и снизу нормальная, а посередине там яма. Ну, то есть, резьба есть, но она явно просажена. Те шпильки я отправлю в металлолом, ну, или там ворота на них прикручу. А вот эти, они, ну, выглядят нормально, как бы, я не знаю. Я себе назад уже поставил такие. Посмотрим, как они себя покажут. Ну, вроде такие неплохие шпильки. Посмотрим. Ну, все, теперь уже точно все. Все есть, все в наличии. А дальше уже будем смотреть, когда будем ставить все это дело. Тогда уже более подробно расскажу, как и что. И где кто обосрался. Ну, или наоборот оказался красавчиком.